Россия предоставила сильную политическую и практическую поддержку Украине. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. И в то же время мы предоставляем Украине помощь в различных испытаниях, в командном управлении, в модернизации вооруженных сил, в кибернетической безопасности, в тыловом обеспечении, а также различные государства НАТО предоставляют помощь в боевой подготовке. Украина – суверенная страна. У них есть право просить о помощи и поддержке. Они хотят, чтобы НАТО поддерживало их. И мы это делаем, потому что Россия оказывает на них сильное давление. Македония вот-вот вступит в НАТО. Это конец процессу расширения в ближайшем будущем? Двери НАТО открыты. И, думаю, мы наблюдали это именно в этом регионе в последнее время, с вступлением Черногории несколько лет назад, а теперь и Северная Македония в процессе вступления. Мы подписали протокол о приеме в НАТО с Северной Македонии несколько недель назад. Теперь его должны ратифицировать все парламенты всех стран НАТО. Двери НАТО открыты. И наш посыл состоит в том, что европейские страны, которые отвечают стандартам НАТО, могут подать заявку на вступление. А решения о принятии в НАТО принимают все 29 союзников, скоро их будет 30. И страна, которая хочет стать участницей Союза. Больше в этом процессе ни у кого права голоса нет. Из России иногда доносится заявление, что это провокация, что Черногория или Северная Македония вступают в НАТО. Тоже говорилось, когда Болгария вступала в Союз или Балтийские страны. Это очень опасный взгляд на подобные вещи, потому что он основан на том, что большие страны, как Россия, имеют право голоса, имеют право решать, что их маленькие соседи могут, а чего они не могут делать. Это идея сфер влияния. Мы не хотим такого мира. Мы хотим мир, где все государства, включая маленьких соседей больших государств, обладают правом самостоятельно выбирать путь развития, включая вступление в такие союзы, как НАТО. Само представление о том, что мы можем диктовать или навязывать решения другим государствам, полностью противоречит тем ценностям, на которых построен наш союз. Я сам родом из маленькой страны, из Норвегии, которая граничит с Россией. Я очень рад, что в 1949 году, когда мы вступили в НАТО, никто в западном мире не говорил, «Нет, России или СССР это не понравится, так что мы не примем Норвегию в союз». Нет, нас приняли, потому что таково было решение Норвегии. Это была самостоятельная решение Норвегии. Спасибо большое за вашу время. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.